Девушки отдыхают Ну вот это не надо Я решила рассказать все-таки про свою, наконец, личную жизнь по просьбам ничем многих А перемены в ней грандиозные Мы сейчас смотрим, мы уже не знаем После 27 лет жизни совместной с мужем я разошлась И это на самом деле такая драматическая ситуация для меня и для моего ребенка И мы решили сделать невесту Куда? Вот так Батушечку Поэтому койка Обложка в койке Это первая обложка в себе Это эксперимент чистый Ты сейчас лицо не строй, я сейчас сверху ставлю Лицо она мне уже поставила Хотя не знаю, что из этого получится Но мы вот, я только экспериментирую с этими девушками С Люсей и с Катей И с другими очаровательными представительницами моего профсоюза Может вот это спустить? Катя, смотри Вот это надо спустить Непонятно Надеюсь, люди не осудят Ну девки, пипец, с вашей легкой руки Ой, 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 ой Ой 27 лет я прожила И поняла, что отношения надо заканчивать В один из дней Вот, отношения долго не заканчивались Это непросто было выставить, как я говорю, пассажира из квартиры Вот это банальное слово, да, предательство Оно кажется банальным, пока ты сама через это не проходишь Ну как у мужиков, у многих появляется вторая семья Я о наличии семьи знала Но когда мы приехали в Америку Значит он нас с ребенком сдал той стране И сказал, что я определился, я все решил, я с вами Но оказалось, что это не так И все это вскрылось вот Года, наверное, три назад Через социальные сети Мальчик, который вырос в той семье Захотел активного участия в своем воспитании папы И вышел на моего ребенка Через одну из социальных сетей Мальчик мой долго скрывал и берег меня Потом все-таки разговор у нас произошел Ну и все, и мы с этим жили А мальчик все активнее и активнее А папашка наш, он уже как-то даже перестал стесняться Разговаривал очень громко по телефону В общем, мы все слышали И тоже это можно было пережить Но тут вот уже это мой такой характер Или особенность натуры То есть вот на мою территорию заходить нельзя То есть пусть он там будет, общайся Но не надо в дом эту историю приносить Как живут, вот я знаю, многие женщины, но не многие Некоторые из моих, скажем, героинь, приятельниц Мужики, так сказать, обнаглев Они даже уже селят эти две семьи в один дом Дети общаются, жены общаются Катастрофа Вот это, конечно, не для меня такая жизнь Поэтому я решила ее прекратить 9 ноября вот мы развелись А, и вот до Нового года, по-моему, 25-го, что ли, он ушел 9 ноября, 10 ноября было бы вот 27 лет Очень символично Ничего не делала Вот так получилось Я абсолютно от свободы кайфую То есть я и так была свободная Но я с каким-то обязательством Надо было как-то это все Этот свой мир тут всех распределить там туда-сюда А сейчас такой кайф Ты приходишь домой Тебе никто не портит настроение одним даже своим видом Или телефонным звонком Который, безусловно же, мы слушали все Понятно Этот мальчик, он очень наглый Он в отличие... он такой мажористый Дело в том, что он выкладывает же еще фотографии в сети Поэтому мы с ним визуально знакомы И меня предупреждают очень многие Что вы еще подождите, мальчик еще к вам в дом придет Он из таких Это просто иное воспитание, чем у меня, у моего ребенка Это вообще другие люди Я с этими людьми в принципе в жизни не общаюсь Я просто знаю, кто она Когда-то это была просто девка легкого поведения Когда в жизни не работала Мальчик не учится, не работает, ему 18 лет И так далее, и так далее И прожирает папины деньги Поэтому вот были бы нормальные люди Может быть, я же такая вся добрая Может быть, даже я бы и общалась И даже бы, может быть, подружила этих детей Почему нет? У моего сына нет ни брата, ни сестры Но это... вот от этих людей я подальше стараюсь быть Конечно, у меня были флирты, романы И их было немного, потому что времени просто нет На это нужно время И как бы достойных людей было вокруг много Но и у него, я так понимаю Мы уже давно так договорились Как-то так, не обозначая такую жизнь Но как бы мы поняли, что мы живем Вот такими разными государствами Под одной крышей И в общем мы так и жили И очень берегли друг друга И если у меня какой-то был флирт или роман Я врала Во благо приходила и говорила Что я там где-то Чтобы не тревожить вот этот мир То есть мы так сознательно, в общем, в свое время Приняли решение, каждый внутри Что мы живем ради ребенка Потому что я, будучи ребенком, очень сложный развод пережила И это на мне, конечно, отразилось И муж на 20 лет не случайно был старше Потому что он был и мамой, и папой И любовником в одном лице И братом старшим И так далее, и так далее Я не хотела, чтобы мой ребенок переживал травму И у меня даже такая была фраза Ну ладно, да люблю на том свете Это я помню просто Не, ну понятно, что я предполагала Что, наверное, когда-то этот там брак может распасться Но мне казалось, что я уйду первая По понятным причинам Я моложе Но с другой стороны, понимая, так сказать, свой характер Своего воспитания Я думала, что все-таки я буду с ним там до конца И последнюю там чашку чая я ему принесу А никто не будет Но когда-то он мне сказал, что я не хочу, чтобы ты меня там То есть это тоже его часть натуры Видела меня там немощным Я в один из дней, когда я пойму, что у меня плохо Я уйду, и ты меня никогда больше не узнаешь и не услышишь То есть вот он такой, он очень сильный Не из скулящих мужчин Это как бы все переживания в себе Он только от неприятности, допустим, сидел Покрывался какими-то там еще чем-то И так далее А так все, все в себе Вещь в себе И самое ужасное, что это такой вообще человек-вет-душевет Я же купилась на одну из его программ, которую он вел Которая была популярна очень в Питере Этот фильм назывался «Дети раздоров» Динара Асанова И вот мой муж делал Нет, я хочу сразу, чтобы вы несутся Чтобы здесь не произошло Что вы делаете? Это называется самоуправство Это был, по-моему, третий курс университета Год 83-й Ну, я прорыдав у телека Значит, вот написала письмо Если вам понадобится опыт семейного раздора Во взрослом возрасте Те люди, кто пережил То я готова Ну, и он мне позвонил где-то через месяц У меня трубка выпала из рук Потому что, ну, к нему попасть на практику Это была вообще мечта любого человека И он сказал, что если бы ты подписала студентка Факультета журналистики Я бы, я понял, что это заезд ко мне А я просто написала студентка и лгул Три строчки просто И все, и мы с ним проговорили Часов шесть Уже было очень поздно И он сказал Ты знаешь, ты это я Только я мужчина На 20 лет тебе старше А ты, так сказать, женщина И поручил мне буквально через неделю Ну, как-то он что-то понял Мы же тогда в прямом эфире работали Все практически программы Он сказал, что я хочу сейчас сделать историю Но я этого парня очень давно знаю Ему 25 И он, сколько там, 9 лет, что ли Отсидел в тюрьме Со стариками Там история жуткая Ты можешь, говорит, с ним сесть и поговорить Куркова, я помню, Белла была в ужасе Кто такая вообще? Я, чтобы меня посадили Он сказал, типа, она справится Я до сих пор помню практически все вопросы Но он в меня поверил, мой муж Потому что моя мама, будучи журналистом Уже теперь с 50-летним стажем Скоро вот она отвечает Она работала всю жизнь в программе «Время» Соб корм покорили Мама такая Программа «Время» Все, что я про нее могу сказать У нее тексты такие дубовые такие, совковые Но мама считала, что я вообще Я бесталантная, писать я не умею И тем более я ее позорить не могу При ее подругах И, в общем, короче говоря, мама Всегда меня правила, поправляла И я потеряла вообще в себе всякую уверенность И он мне поверил Он сказал, ты можешь Я ему написала, например, вопросы Перед этим интервью первым Он сказал, офигеть Как здорово, как круто Ничего крутого не было Он тогда вот сказал Слушай себя, верь только себе И больше никому Ты можешь, ты умеешь И так далее Он в какой-то момент вообще стал Ближе мамы, ближе папы То есть ты Абсолютно вот тебя вылепили Я его произведение Второе тема Я абсолютно была совершенно другой Я ничего не умела Я ничего не знала Ну, может, так нельзя наговаривать на себя Но такая абсолютно вертихвостка И этот журфакт мне нужен был так Потому что все по чуть-чуть и понемногу Но оказалось, что, наверное, был какой-то там Если говорить там талант, божий дар И он это все развил Он меня очень жестко учил Мы там не были мужем и женой Ну, потом мы, естественно, поженились Мы не были мужем и женой А когда мы выходили за порог Я говорила Ну, а теперь я Хозяйка этой жизни Дети раздоров Фильм Я ребенок раздора И мой ребенок оказался ребенком раздора И эти дети раздоров Вот в это я верю Что вот там было как-то все, наверное, предопределено Но я же сама Врубила себе эту задачу Эту судьбу Я же помню, как я там ночью сидела Чтобы у него не было детей Я сейчас у него спрашиваю Если у него не будет детей Все, я включаю все свои чары Я только от него хочу ребенка Я его абсолютно Я была в каком-то неземном состоянии Так он мне нравился То есть я понимаю, что я не только в интеллект, конечно, влюбилась Он замечательный был, любовник И я была абсолютно безопытной в этом плане Мы же все эти советские девочки У нас же секса не было Вот, потом, когда родился ребенок Он сказал Мне стыдно У меня, так сказать, молодая жена Я ничего не могу на эту зарплату нищенскую И пошла перестройка И он создал компанию огромную И я, конечно, купалась в шоколаде Я понимаю, что произошло вот уже сейчас Я думаю, что, ну, деньги голову мужикам вообще скручивают напрочь Вот то, что с ним произошло Он посчитал, что так будет удобно То есть одна семья здесь, другая там Сегодня я выясняю уже Меня же все берегли Сокращая мне путь, на самом деле, для решения всех проблем И, оказывается, эта женщина появлялась И он с ней в компании у себя И ходунки везлись из-за границы И его спрашивают коллеги Вроде как, ребенок-то у вас взрослый уже Куда ходунки-то? У них три года разница с тем мальчиком Помню точно, это была Пасха Когда я пришла к косметологу И единственная девочка, которая сказала мне Она сказала, что я больше на тебя дуру не могу смотреть Ты ходишь наивно, твой муж уже давно живет И у него вот ребенок И сейчас она придет, типа, с ребенком Потому что она после тебя записалась Настала эта женщина метить все мои точки Совершенно не случайно Чтобы я взорвала эту историю сама И выгнала его И тут, значит, вот я дождалась его Крестный ход этот идет Терпеть не могу теперь этот праздник Господи, прости Ну и все, это была лучшая в моей жизни история Передача Так, как я его вообще раскрутила на эту историю Какие-то так вопросы задавала У меня началась межреберная невралгия Я сидела в депресняке Потом я себя подняла Стала тренироваться два раза в день Ходила в клуб В общем, делать все, чтобы только отвлечься Надо было тогда уходить Я даже чемодан собрала Так собрала и думаю Ну и куда я пойду? В Петрозаводск опять? Нет И положила Ни копейки не было, так сказать, припрятанной То есть дура-дура была Вот я же смотрю, как женщина живет Я, значит, прячу Я вообще в этом смысле без камня за пазухой Дура До сих пор такая Правда, сейчас я только на себя рассчитываю Поэтому тут уже не на кого Срывать свой гнев Ну и все И была на содержании все шесть лет Я не знаю, что такое эмигрантская жизнь Я с ними не общалась там Потому что мне все это было непонятно Я даже в русский район только за гречневой кашей ездила Мы же сначала на три месяца поехали А потом вот я поняла, что куда возвращаться-то Я поняла, что он не решил этот вопрос так, как он нам сказал И что он периодически там бывает А может, постоянно там был Вот этого я не знаю И мне как-то не хочется даже это уже сейчас выяснить Потом на полгода остались А потом ребенок пошел в школу И школа хорошая И мне как-то в кайф стало А что не в кайф деньги тратить? Одиноко было первый год Безумно просто Без языка Я бегала на 22-й этаж, где мы жили Чтобы ни с кем в лифте не встречаться Пешком Потому что они же все общительные И ты стоишь как идиот При том, что в жизни это твоя работа Разговаривать А потом появилась Ира И все, и жизнь зацвела новыми красками Потом появились друзья школьные, теминые Это было хорошее, правильное время С 6 лет мы попок-поби прожили в Америке Это я его поняла просто, это своего ребенка Кто он, что он, что это такое Собственно говоря, я-то приехала И я думала, что мы сразу расстанемся И вот вторая была попытка расстаться Но поскольку он разорился У меня тоже я не зарабатывала деньги Мне вообще копейки платили на Первом канале Там какие-то 150 долларов Типа ты и так богата И типа я же мину при плохой игре должна была соблюдать И все, он был как нянька Он встал к плите и кормил нас года три Он занимался ребенком и хозяйством Героиня сегодняшней истории Сдохла от холода уже Мне некогда было заниматься этим ребенком В принципе Давай еще вот так У меня помощь большой для этой позы Нормально Папашка взял все на себя То есть они заканчивали институт вместе И даже не помнила, в каком у меня ребенок вообще классе Очень стыдно Но я зарабатывала тупо деньги Потому что И делала, естественно, карьеру Потому что я едва успела вскочить в последний вагон Вернувшись из Америки Потому что, ну, как бы Все занято Места под солнцем лакомые Воткнулась, раздвинула всех локтями И, закусив у дела, работала Потому что не было квартиры Бомжиха я была Вот очень долгое время у Иры Родниной жила Она не сдавала мне квартиру А как подруга просто отдала И потом залезла в сумасшедшие долги Купила квартиру Также я ее обставляла Трудно При этом надо было мину при плохой игре держать Очень агрессивно Чтобы тебя не смели В твоих душевных переживаниях Надо было работать Я только вся верю Это вот такая, опять же, примитивная фраза Но я правда никому не верю, кроме себя Я знаете, как решение принимаю? Я беру бумажку Это Америка Мне там не с кем было советоваться Черчу Вот здесь да, а здесь нет Да, нет И все Потому что тогда ты отвечаешь только за себя Ну, я могу так И Русь звонить родниной Говорит Ну, как ты считаешь? Ну, она мне что-то скажет Но все знают, что я все равно сама И поэтому, когда ты вот так Только на себя рассчитываешь Ты не можешь болеть Ты должен быть в форме Вот видите, я с простудой сижу Это непозволительно Это первый раз в жизни Это после развода Это нервяк, я знаю Я вообще не помню, когда я уже болела Я вот, правда, на войне же люди не болели Так я и воюю И на самом деле мне интересна такая жизнь Потому что я ее сама раскрашиваю Людьми рядом, которые появляются Я ими очень дорожу У меня их немного таких верных и преданных Мама как-то так Она больше за Тему переживает За сына, за моего, за внука Он сказал, что папа мне много уроков в этой жизни дал Но самое главное Вот как нельзя относиться к любимым людям Вот это, конечно, я поразилась Ничего мне сильно не нравится Все раздражает Все раздражает Он же во главе был всей этой истории То есть это он каждый день говорил Мама, когда он съедет? Я хочу дома жить Я не хочу больше, так сказать, там, девушки Каждый день, да? Он его видеть не мог То есть папашка потерял ребенка В которого он вложил абсолютно все Душу и интеллект И вообще все, все, все У меня ребенок, конечно, жесткий Но он такой человечек-то неплохой Он и сейчас хочет ему звонить И не хочет ему звонить Он советует с Ирой родниной У нас так сложилось, да? Мы уже не подруги Мы просто сестры Ее дети, мои дети Мой ребенок, ее ребенок И ему все говорят Что этот вопрос только ты должен решить Больше никто Тебе никто не подскажет Это как тут Сердце Ну вот к каким-то новым историям Я абсолютно не готова Я сходила один раз уже Я больше не хочу Честно И потом Я такой человек самодостаточный Мне так хорошо одной Я в Америке полюбила одиночество Мне не нужен колхоз Как бы рядом То есть вот то, что было до Америки То, что моей маме необходимо Она вся такая активная У нее вечно гости какие-то Не-не-не, я вот сама с собой Это просто лучшая подружка Знаете, это надо такое терпение иметь Вообще мужчине, чтобы это все выдержать Вот эта жизнь как на войне И это надо вклиниться вот в этот же режим Очень правильно Почему мы с Ирой дружим? Потому что мы одинаково отдыхаем У нас абсолютно одинаковый режим Одинаковые интересы Одинаковое спортивное увлечение Ну кто со мной поедет на доски кататься Мы по серфингу на Гавайи Шесть часов, семь сидеть в этой воде Ну больная Мы абсолютно уже стали дикими эгоистами Что Ира, что я У нас было с кем чокать Пометили свою территорию И не хотим больше никого пускать Это надо совсем, чтобы крышу снесло, правда Чтобы так влюбиться и кого-то впустить Но я в общем человек такой рациональный уже Я же вижу их уже сразу По деталям, по штрихам По каким-то неуловимым По тембру голоса даже Уже все понимаю Про мужиков Еще бы мьюзик Так Для настроения Знаете, я такая Как им сказать Я такая машина Я такой самозаряжающийся механизм Я ставлю себе программу И ее четко выполняю Давайте, ребят А можно Люсю на секундочку? Друзья, что? Я такая плановая Я никогда-никуда не опаздываю Для меня это Я так же встаю, как мой ребенок Поскольку бы я не легла на станок каждый день Это просто как зубы чистить Станок – это тренажер Полтора часа я занимаюсь Читая при этом Как раз в этот момент я все читаю Потом у меня Красоту надо наводить Потом съемки Вечером там писанина Но не будет работы Будет пенсия Но все равно я чем-то себя займу На старости лет Я хочу Закончить Как бы эту жизнь В Калифорнии Это моя Заветная мечта И моя яркая родина Наши дети Над нами Очень смеются Мы были на Гавайях В прошлом году Все вместе Там такая любопытная картина Такой велосипед Двойной Впереди, значит, Поактивнее старикашка А сзади Там совсем уже доходяга Дети говорят Смотрите, это ваше будущее Я говорю Ирусик Буду тебя на колясочке возить Или ты меня Кто раньше сдаст Вот это неплохое Да, вот это хорошее Давайте вот это оставим Такая Не надо ничего Невидность Ну, то есть я Не как Раневская Я бутерфляем В горшке не плаваю Потому что она говорила Я всю жизнь проплавала В горшке Значит, стилем бутерфляем Не-не-не Вздох-выдох, конечно Но Классно Тебя любят Люди И ты любишь людей И ребенок у меня хороший Редактор субтитров А.Семкин